Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня шестых международных спортивных игр Дети Азии, борьба Хапсагай, центр подготовки спортсменов в городе Якутс Триумф. Через некоторое время начнутся первые складки весовой категории до 45 килограмм. Несколько слов о вчерашнем дне. Вчера мандат прошли 11 команд, из них 9 команд полные. В каждом из шести весовых категориях представлены участники. И Азербайджан, Сирия, Индия представлены по 2-3 спортсмена. Сегодня в 45 килограммах будут бороться 7 участников. Так как вчера лимит весовой 45 килограмм не прошли 2 спортсмена. Это спортсмены из Кыргызстана и спортсмены из Казахстана. Не смогли чуть-чуть подгонять вес и были недопущены к нашим соревнованиям. Так что осталось у нас 7 полных команд и 5 неполных команд. По положению спортивных игр Дети Азии дублирование весовых категорий не разрешается. Поэтому мандатная комиссия тоже несколько спортсменов не допустила. Всего в наших соревнованиях будет участвовать 57 спортсменов. У нас борьба Хабсага сейчас является ассоциированным членом Объединенного мира борьбы по неолимпийским видам спорта. Где нашу республику представляет Петр Петрович Юмшанов, народный депутат Ильтумен нашей республики. Итак, начинается наше соревнование и весовая категория до 45 килограмм. Багратян Артур Армения и Сафронов Василий. Сборная команда Якутии. Вторая команда. Это показывает спортсмена из Туркмении, Багтияра Патшиева. Он разминается. Артур Багранян вышел на ковер. Вот он человек специально приехал бороться в национальный вид спорта. И против него Василий Сафронов. Ученик Еремеева Семена Григорьевича представляет нашу вторую команду. Без свистка ребята бросились в бой. Да, вот и начались первые встречи. О, да, одним движением, переводом. Чистую победу молниеносно одерживает Василий Сафронов. Вторая сборная. Да, это борьба Хабсагай. Всего за три секунды. Да, это очень... Но сейчас посмотрим на повторе. Быстрая победа. Даже не успели переставить как сильный спортсменов. Перевод с одной руки, противоположного перечаса за правую руку. И не ожидавший такой подвоха Артур Багранян коснулся двумя руками. Это чистая победа Василия Сафронова. И на ковре Бактер Пчия в Туркмении. Он является учеником Амадгальджи Анариджелова. И он в своей государстве, в своем возрасте занимает второе место. И против него Кириллин Арсен. Дальневосточный федеральный округ. Ученик Платона Егорыча Сайвина, мастера спорта. Но этот Арсен Кириллин является чемпионом Монголии. Где проходил международный турнир среди кадетов. Увлекается Арсен футболом и волейболом. Так, игровим видами спорта. Бактер Пчтыев вышел, нарушил спортивный опыт. И сейчас приведет свою спортивную форму по положению Мейгар. В соответствии по правилам Дайв надевает шорты, представляющие красный угол. И борьба начинается с рукопожатия. Да, и... О! Да, тоже слишком активное начало борьбы. И ошибается Бахтиар. И тоже молниеносную победу одерживает Арсен Кириллин. Дальневосточный федеральный округ. Да, очень весело началась борьба. Вот видите, хотел перетолкнуть, но здесь это бросок разворотом с предплечья. Это чистый прием технический, да? Вектор атаки направляет к себе и разворачивает, вытягивает, выворачивает. И федеральный, сибирский федеральный округ от Ток Памушко. Чемпион ТВ. О, тоже здесь Батбол Тугулдур, Монголия. Сейчас. Да. Батбол Тугулдур даже не понял, да? Как от Ток Памушко, чемпион ТВ. Сибирская дальняя округа провел прием и одерживает чистую победу. Памушко еще очень любит конские скачки. Да, это соперник нашим ребятам, да? Видите, какой классный прием. Тургенегин по-якутски. Да, изгибы коленей. Здесь победу отдали, вот изгибы с колен, вот быстро, да, сбивает. Да, здесь у нас Десковский Ян с первой команды по правилам отдыхает. И у нас вот... Да, на ковер выходит Петр Степанов и Довулмарат Какалаев. В Туркмении. И начинается борьба. Три минуты. Здесь более... Так скажем, с разведки Капсагай начался. Ну, ребята, уже видели первые встречи весовой категории 45 килограммов. Как очень быстро проигрывал. А вот тут уже... Да, не пошел, да? Да. Это интересно, уже интересно, чуть-чуть освоились. И вот нам показывают более-менее содержательную борьбу. Петр Степанов атакует, он более как бы на правах хозяина, да? Знатока борьбы. И арбитр присуждает замещание Довулмарата Какалаеву. И Петр Степанов повел. 1-0. Спортсмены из Туркмении тоже. О, вот это уже, наверное... Да. Тоже чисто. Результативная атака. Петра Степанова. И он становится победителем этой встречи. Конечно, эта встреча чуточку будоражила нас. Потому что она неискрометная оказалась. И действительно, туркменский спортсмен более-менее подготовленный, чем те, которые бороли 45 килограммов. Да. Вот видите, подмирнул, захванул и чуть-чуть головой шею чуть-чуть подкнулся. Но ничего так не бывает. Ну, на ковыре падает. Это мягко. Вот на повторе посмотрим еще раз. Атака под руки. Ног, захват ноги. И тело корпусом. Вторая схватка. Чалай Кужегер. И Николай Алексеев. Чалай Кужегер тоже. Новосибирский федеральный округ. Чемпион Сибирского федерального округа. Чемпион Республики ТВ. И он кандидат мастера спорта. Ова! Да. Даже не успел Николая Алексея представить, но... Кужегер Чалай. Да. Доказывает, что в Туве есть борцы, которые умеют бороться в Хапсагай. Ну, у них есть своя борьба, да, 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 да. У них есть своя борьба. Хурейш тоже очень такая, похоже на ногу. Вот бросок. Да, бит через бедру, да, под плечи. Этот бросок. Все борцы, все виды борьбы делают приемы вот этого. И очень красиво сделал, да. Вот на ногах станет. Все как по учебнику. Да, 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 да. Сейчас Даниэр Шамшаев приглашается в Казахстан. Тренер Петиса в него. И против него киргизский борец Арген Жургубеков. Жургубеков тренируется у Мамунбаева Мебека Садыревича. Он является чемпионом спартакиада школьников в Киргизии. И очень любит... О, опять классический прием. Но здесь... Победу одержал представитель Туркестана Арген Жургубеков. Чемпионом спартакиада... Да, Арген Жургубеков даже мы не успели представить. Даниэр Шамшаева. Ну и чистая победа. Арген Жургубеков кончил 9 класс. Вот видим, да, как он ждал и захват с коленного сустава, но здесь... Не успел контрприем Даниэр Шамшеев провести. Начал прием-то он атаку, но это уже... Да, вот он... Вот он. Да, он не успел... Свалился, да? Угу. И у нас четвертая пэра, болезнь из Армении, Межлумян. Межлумян и против него Тенгиз Дарханбаяр, Монголия. Да, это два спортсмена, которые представляют и Армению, и Монголию. А на ковре Навал Хишар, арбитр международной категории из Индии. Давайте посмотрим. А между прочим, он опытный судья должно быть. И он в свое время боролся неплохо. Он является семикратным чемпионом Индии и еще три раза стал чемпионом Индии среди студентов. Участвовал в многих международных турнирах в Турции, Монголии и так далее. Поэтому и борез опытный, и судья опытный. Но сейчас борьбу ведет борез с Армением, Межлум, Межлумян. Он более активен. Но от Тенгиза Дарханбаяра можно ожидать эффективный бросок. Он готовит. Видно, что монгольский борез знаком с Капсагаем. Так как в Монголии в прошлом году прошли юношеский международный турнир по Капсагаю. Вот засып! Межлумян атакует, но Тенгиз... Да, и победа, по-моему... За армянином. Тенгиз Межлумян, он же и становится победителем этой встречи. Да, я поправил. Межлум Межлумян. Да. Межлумин... 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 Да, и в обоюдном опасном положении у борца находились Хапсагаисты. Но более ловким оказался Межлумин Межлумян. Да, у нас уже первый круг весовой категории 55 завершились. Проигравшие борцы спускаются в группу Б. Они имеют право бороться за борьбу за третье место. А четыре победителя будут дальше оспаривать первенство шестых международных спортивных игр Дети Азии по борьбе Хапсагай. И следующая весевая категория до 70 килограмм Руслан Максимов сборная команды Якутии первая команда и Моктулге Дамабазар Монголия. Руслан Максимов тоже участвовал в международных турнирах юношеских по Хапсагае Монголии. Там он чемпионом стал. И вот проход и первая победа. Нырком прошел за спину Дамабазара. И чистую победу одерживает Руслан Максимов. Да, я несколько слов скажу о первых тренерах. Он из Майского района. Его первыми тренерами являются братья Моисеев Иван Николаевич и Моисеев Андрей Николаевич. И Руслан еще участвует в якутских народном ансамбле, где он танцует. Разносторонний разве человек. Вот видите, как он хорошо прошел нырком за спину. Переподнял и бросил. Переподнял и бросил. Но, дорогие друзья, наших соревнований борьбы хапсагаистов очень внимательно смотрит. Присутствует народный депутат Эльтмен Республики, заслуженный матч спорта, чемпион Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира Павел Павлович Беллигин. Он же и является директором спортивного комплекса Центра подготовки «Триумф», где проходит этот турнир. Следующая пара – Гадам Хаджикаев и Назербек Луазим. Туркменский борец против Кыргызстана. Но здесь обоюдного захвата начинается борьба. Ребята для 16-летних, они крупные считаются, да, 70 килограмм. Проход, проход. Оооо, и попадается в аху... Нет. Судья показывает, что первым коснулся все-таки... Да, Гадам Хаджикаев. Он побеждает Хаджаков. Ну, Назербек Луазим защищался охватом, но вот здесь... Охват, да, первым коснулся. Да, головой, головой. Головой это уже проигрыш. И судьи очень правильно определили. Определили здесь, ошибки никакой нету. Еще раз смотрим проход ноги. Контурбросок. Он вот ногами, видите, подхват, но головой, вот видите, со всех сторон нам показали видеозапись. И судья, арбитр, но очень опытный арбитр. Это Владимир Амос обработал. Конечно, он сразу определил, кто первым коснулся ковра. Сейчас уже на ковре с далекой Сирии Аль-Мохаммед Абдул-Рахман Сирия. Против нее наш борец Азамат Ющенко. Со сборной команды Якутии вторая команда. Аль-Мохаммед Абдул-Рахмана тренирует Ахлаби Аутман. Его тренер. Но мы знаем, что в Сирии сейчас очень сложное положение. Атака. Атакует Сирия. Очень уверенная атака, но защиту. Азамат Ющенко защищается. И... Без... да... Броскоп не было. Значит, и результата нет. Но, вот, как видите, сирийский спортсмен очень переспособен вести нашу борьбу. Естественно, сейчас... Да, за это действие он получает балл. Предупреждение Азамата Ющенко. Видите, он, да, одной рукой все время контролирует голову соперника Азамата. И пытается пройти в ту... Вот, в борьбе Хабсага очень важна работа ног, да? Конечно. Да, вот здесь... Да, любой борьбе. Да, здесь он... Да. Все синхронно, все... Абдул-Рахман в борьбе не новичок по работе ног. И по контролю соперника он все время находится против вектор атаки. И не дает Азамату активно бороться. Да, вот... Аль-Мохаммед Абдул-Рахман. Конечно, имя очень длинное. Но просто мы давайте будем... Пусть не обижаются. Будем говорить Абдул-Рахман. 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 И вот он представляет вот... Сирию. Сирию. И очень содержательную борьбу показывает. Никаких лишних движений. И вот даже второй раз... Видите, как он... Да, и дергает-то как... Ай-яй-яй! Ну, слишком активно, это тоже нехорошо, да? Тоже опасно. Опасно. Активно будет хорошо, но надо всегда быть готовым. На чеху надо быть. Борьба... Хапсагай, это слово хапсагай, если так перевести, это ловкий, быстрый. Тренер болеет. Да. Резкий. Ну, тут думать... Остается 30 секунд. Пока он ведет, ведет, остается совсем мало, 25-4 секунды. И снова дергает спортсмен синим трехлом. Ай-яй-яй, да. Да, уже теперь проигрывает Абдул-Рахман за 20 секунд. Михаил Иванов, старший тренер нашей сборной, болеет. Атака. Да, атакует максим... Да, максимально атакует. Да, обидно будет проигрыш Шириса сейчас, если он по предупреждениям проиграет, да? Ну, все, тут бремя. Время! 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 Да, три минуты прошли в очень активной борьбе, да? Азамат Ющенко в сложной борьбе с большим сопротивлением. По последнюю предупреждению выиграл. Ну, да, здесь тяжело было. Ющенко очень хороший борец. Ну, сейчас мы увидим индийского борца Мулахусейн Салимсаба. Индийский борец. Против него Банзараксияев. Северо-восточный федеральный округ. Сибирский федеральный. Он является трехкратным чемпионом Бурятии по вольной борьбе. Кандидат мастера спорта. Проход ноги, но... Ай, опять, да? С колен прошел Индус. И это проигрыш. Да, опытный был бурятский боец. Буэнто Банзараксияев вовремя уклонился от атаки. Да, и остался. И победу одерживает. Красиво с защитой, обороной, так скажем. Вот проход ноги. И, да, и так... Просто оставил соперника портер. Вовремя отошел от атаки. Атака была очень сильная. И вот, видите, красный трюков борец Индии. Первым коснулся коленями бедром ковра. Следующие борцы. Бакитбек Кабыдагали. Казахстан. И Николай Таллаев. Дальневосточный федеральный округ. Николай занимается у Платона Егоровича Савинова. Нашего известного хабсагаиста. Да, чтобы не путать вас, некоторые наши спортсмены из Якутии представлены в составе сборной команды Дальневосточного федерального округа. И вот сейчас как раз Николай Таллаев представляет Дальневосточный федеральный округ. И вот, конечно, его тренер Платон Егорович Савинов, который... Ну, которого мы все знаем, что один из ведущих спортсменов-хабсагаистов. Он и чемпион мира, и азиатского континента. Победитель многих-многих международных и всереспубликанских больших турниров. Ну, и в многих странах он представлял нашу борьбу как тренер, и как спортсмен, как борец. Он и в Казахстане, и в Индии, и так далее, и так далее. Многих стран. А вот сегодня и в Индии, в том числе, они тоже были наши спортсмены. И Николай Захаров, и Платон Савинов, да многие другие. И, конечно, индийские спортсмены знают и понимают, что действительно, есть у народа Саха такая борьба капсагай. Ну, на ковре более активно сейчас Бакутбек действует. И, видите, да? И балл, выигрышный балл, уход с ковра, с рабочей зоны ковра. Это наказывается. И получает первые баллы. Два балла уже ведет. Осталось минута 30 секунд. Три минуты боремся. И Николаю Таллаеву надо предпринимать определенные технические действия, чтобы хотя бы, да, сравнить по предупреждениям. Он все время в красной зоне, так называемом, опасной зоне ковра. Ну, Бакутбек, представитель сборной команды Казахстана, очень сильно подготовленный спортсмен. Он нашим видом спорта очень знаком. Да и он сам занимается регулярной систематической борьбой дзюдо. И он по этому виду спорта борьбы дзюдо, он чемпион своей республики Казахстана. Этого много. Ну, сейчас дал ноги. Проход. Классическая ошибка дзюдо. Да, да, да. Да, высокая стойка. И здесь осталось всего 40 секунд. И ему... Очень хорошо себя пока чувствует, но не знает. Перехват за пятки. Дальше что? Уже время не уломило. Идет, и вот... Да, и наступил подножкой за ноги. Очень тяжелая победа достается Николаю Талдаеву. Он проигрывал 2-0. Это почти что... Да, один раз уж предупреждение, и он вылетал, но успел за 30 секунд выиграть. И здесь у нас отдыхает Рамзис Загудделин из Суральского федерального округа. Он уже как бы своим вот жребием вышел в следующий круг. Да, первый круг у нас прошел очень молниеносно. И... Да, в некоторых схватках первых, особенно вот 45 килограмм за победу, были одержаны за секунду, за 3 секунды. Сейчас у нас второй круг. Да. Николай Талаев сверхусилие проявил, и... Бакетбек поставил свою ногу и был наказан за это проигрыша. 45 килограмм. Здесь у нас борьба идет до до двух поражений. И... Артур Багритян приходит. И Ян Десковский. Ян отдыхал в первом круге. Он... Да, он представляет первую сборную нашей республики. Занимается у Михаилова Александра Николаевича. И... Победа, да? И... Как расстроен Артур Баграмян, да? Что... Ян Десковский неуломимым движением. Чисто приемом, техническим приемом Капсагая одерживает победу. Вот увидим, да? Держит за... И опять такой же прием выдергивания за локтевой сустав. И до земли здесь физически не готов был Артур Багранян к такому действию. Вот. Выдергивание обычное. И борьба уже вторых. Вторая пара Василий Сафронов против Бахтея Пуштыева. Защитился уходом от соперника и вторая победу одерживает Василий Сафронов. Ну, два переставителя сборной команды первой, которая Республика Саха-Якутия одерживает свои вторые победы в этом турнире. Но сейчас на повторе вы посмотрите, как сибирский федеральный округ. Вот он остался на и коснулся коленем. Арсен Кирилин Дальневосточный федеральный округ и Сибирский федеральный округ Отток Комушко здесь должна быть борьба. Чемпион Сибирского федерального округа увлекается конскими скачками его тренер Донгол Аскуллаш представляющий Сибирский федеральный округ Отток Комушко Борьба началась Арсен Кирилин и Отток Комушко представитель ТВ представляющий Сибирский федеральный округ Он первая встреча очень уверенно очень красиво выиграл свои соперника Оооо да Арсен оказался очень подготовлен ждал противодействия и увернулся от вектора атаки и чистая победа Очень красиво да Очень красиво Сейчас на повторе посмотрим как Отток завязывает руку держит плотный захват и посечка мимо да ждал эту посечку это опыт опыт борьбы здесь монгольский борец Тугулдура ботбол свободный и второй круг групп группа 55 килограмм будет мы наслаждаемся этой победой нашего спортсмена но он прошел отбор Дальнего Восточного федерального округа тренинга и у нас на ковре Евгений Татаринов и Петр Степанов оба воспитанники Станислав Афанасьев тренер Татаринов Евгений он занимается девуша номер три имени Валерия Каремясова